Всем привет! На канале Дендрабена из Сталинграда. Как всегда, коротенькое видео. Все мы сидим на самоизоляции. Думаем, что нам делать с червячком. Не я один такой. Спрос есть, но совсем маленький. Рыбалку в Астраханской области запретил местный губернатор. У нас тоже в Волгоградской области об этом поговорили. Начнем этот ролик так. Расселение или перенаселение? Мы как бы уже по системе работали. Мы уже от ювенильчиков, когда... Короче, вот это буду рассказать последовательно, что я сделал с этими 10 ящиками. 7 сейчас. Мы обычно заселяем коконы. Вот эти были заселены коконы 18.01. 10.02 были поделены пополам с добавлением субстрата. И 10.03 мы уже заселяли такого малечка-малечка, такого, которого мы заселяем на выгон от 90 до 120 грамм. Мы заселяли по 200 грамм. И даже два ящика я попробовал по 320 грамм заселил. Совсем-совсем вот прям ювенильчиков. Вот. И вот теперь мы сегодня их отсеяли. Массу они набрали. Набрали массу как бы... Ну, неплохо. Сейчас плотнее их посадим. Будем удерживать. Вот. Вот такой вот он. Вот этих вот малечков, ювенильчиков-малечков, мы обычно вот таких вот на выгон, ну, в среднем 220 грамм сажали. Вот где-то тут 0.3 каждый червячок. 0.2, 0.3, ну, в основном, наверное, даже 0.3, 0.4, наверное, нет. Вот теперь вот такое количество мы заселяем на ящик. Вместо 200 грамм мы заселяем 400 грамм. Вот они какие. Вот. И все-таки благодаря нашему универсальному кормлению вот в такой плотности в 10 литрах субстрата. Вот обычно, когда большую плотность мы стали делать, вот сейчас экспериментирую в связи с этой самоизоляцией, я вот на те, где было 100 грамм, ювенильчиков совсем, а мы заселили 190 и 2 ящика. Вот, кстати, вот в этих было по 323 грамма. Вот, миленькая. Последние эти ящики. Вот. Ну, мы их немножко сейчас подкорректировали, подровняли. Набрать они набрали. Мы заселяли... Что я сейчас, 100 грамм? Да. А, мы засыпали 8 литров субстрата. Через пару недель мы добавляли еще 2 литра субстрата. Так как плотность большая, червячку как бы не очень комфортно в его какашках существовать. Вот. И этим самым мы продляли его существование, как бы добавляли ему хорошенький субстрат. И он прекрасно... Вот он... Вот эти вот были совсем ювенильчики при огромной плотности. Они вот такие все равно червячки. Есть, конечно, здесь, которые обжоры. Вот. И они все равно массу набирают. Но не так, что нас вполне устраивает. И благодаря нашему кормлению мы можем их удерживать. И они прекрасно существуют при большой плотности. Вот 410 грамм. Значит, когда мы делали выгон, мы заселяли 100 грамм ювенилов и... Я буду грубо говорить, округлять. И 200 грамм вот такого малечка. Мы выгоняли каждый ящик на полкило. Ну, месяц, считай, прошел уже. Мы потеряли. Ну, продажи были, но не такие. И никто со мной не поспорит. У многих вообще их не было. На полкило каждый ящик, так как через месяц, две недели, месяц выгон, мы их и убирали, и других расселяли. Теперь мы перенаселяем. Теперь у нас надо... Наша задача, чтобы каждый ящик вышел на килограмм. Месяц потеряли? А червя нельзя терять. Вот. Ну, вот где-то вот о чем я хотел сказать. Расселение или перенаселение. Ну, вот в связи с этой ситуацией надо как-то выкручиваться. Почему вот здесь я засыпал, сейчас 10 литров субстрата. Я уже начал говорить про ювенильщиков. По 8 засыпал. Здесь по 10 все-таки. Ну, надо им немножечко как бы... Активные, видишь, как ушли. Входят. А там, посмотри, уже ни одного нет сверху. А там уже вообще ни одного. Ну, надо им. Здесь по 10. Ну, возможно, через пару недель будут добавлять. Месяц они у меня должны высидеть. Мне через 2 недели как-то нужна и хорошая плотность. Кстати, вот уже червь, который... Вот следующую пересадку, вот, стопочка прошла уже. Здесь вот они уже были заселены по 680. Даже там где-то ящики есть по 700 грамм. Это уже все. Это уже вот 27-го, 0-3-го. Они уже здесь все. Здесь за килограмм уже будет. Вот где-то к этому мы будем идти. Рыбалка-то будет, все равно надеемся. Всем счастья, любви, здоровья, удачи, терпения в нашем нелегком деле. И главное, мира, добра, здоровья вам и вашим близким. Пока. Продолжение следует...